Доброго-доброго дня вам, друзья! Приветствую всех в моем зеленом цветочном уголочке! И у меня наконец-то собрался стеллаж! Ура-ура! Мой супруг сейчас усиленно работает и все мне не удавалось его привлечь к этой деятельности. Выдался всего лишь один выходной. Я говорю, ну давай-давай соберем. Мы же профессионалы, уложимся быстро. И что вы думаете? Мы уложились за 40 минут. Целый вот этот вот такой же точно стеллаж за 40 минут мы собрали в четыре руки. Я наживляла болты и гайки, муж затягивал, потом выровняли вместе. В общем, с каждым разом у нас все это быстрее и быстрее получается. Потому что вот этот вот стеллаж, если кто-то помнит, мы несколько раз пересобирали. Я его оставила вот так вот двумя половинками и ставила вот так двумя рядами. И что мы с ним только не делали, не экспериментировали. В итоге он вернулся на место, но с подсветкой. Оказался самый компактный вариант, но пришлось, да, пожертвовать некоторыми средствами на провода, подсветки, лампы, пилоты и так далее. Ой, это все не дешево. Я так думаю, ну, тысяча две с половиной на одну только подсветку у меня уйдет. Куплены провода, все, кроме лампы. На верхней полке я использую настольную лампу, потому что по-другому никак не прикрутить. Для меня это вариант. Ну, кому-то может не нравится, но я использую разветвители для лампочек. Видите, там вкручиваются у меня по две-три лампочки в каждый патрон, поэтому вполне себе такое достойное получается по мощности освещения. Даже некоторые растения у меня получали ожоги, заменяла лампы. Так что меня все устраивает, тем более вот эти лампочки, они очень мощные. Это каждая по 30 ватт, итого 60 ватт. Ни одна длинная лампа такой мощности не дает. Я сколько их смотрела. Лампочки для растений, специальные для полочек, длинные. И 60 ватт нет ни в одной. А если три лампочки, то это уже, считайте, 90 ватт. Ну, где такие мощности? Ну, в общем, может быть, это не так было бы не так красиво, как была бы длинная лампа в форме колбы длинной, но эффективно. И смотрите, какой у меня сегодня фронт работ. Сейчас буду разбирать вот здесь все свои джунгли. Орхидеи, сансивьерии, кротоны, фикусы, декабристы. Вот тут все у меня на этих поверхностях. Буду вытаскивать велосипед, буду разбирать компьютерный стол. И, в общем, дел куча. Буду проводить проводку. А, еще что? Еще моя же задумка. Так, вот тут вот мы спрятали. Сейчас, 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 сейчас. Дойдем с вами. Вот. Вот такая вот штанга была найдена у нас на железном рынке. Там есть отдел фурнитуры для мебели. И это получается штанга для внутри шкафного пространства. Подвешивать одежду на вешалках. Достаточно прочная штука. И она у меня пойдет... Вот здесь вот второй стеллаж станет. А вот здесь вот будет это перекладина. И на ней будут растения. Уже закупила я крючочки. Вот тут у меня тут все раскидано, развалено. Лампочки, электрика, пилоты, проводка и вот эти вот крючочки. Некоторые горшки будут подвешены. Это еще одна возможность сэкономить немножко пространство. Ну и просто мне очень-очень хотелось, чтобы какие-то растения были подвесные. Прям мечта моя, чтобы каждое растение можно было смотреть со всех сторон, а не только макушечки. Потому что сейчас у меня все очень густо тут. И растения стоят настолько плотно, что от некоторых порой видно только верхушки. Смотрите, какой у меня тут ковер из сингониумов. Видно одни макушечки. А у меня все-таки мечта, чтобы они имели возможность раскинуть листочки в разные стороны, ветки, плети. Мне кажется, это очень красиво. Особенно папоротник, если у меня раскидет свои длинные ваечки в подвешенном состоянии. Представляете, какая будет красота. Ну все, хватит болтовни. Переходим с вами к делу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Незаметно закончился день. Мы с вами начали где-то примерно в обед. И вот сейчас половина восьмого. Устала, конечно, жутко. Ноги трясутся, руки трясутся, но ничего. Отосплюсь. Столько проделаны работы. Эту мебель оттащить, эту притащить. Проводка. Все протирала попутно от пыли. Проводочки, полочки. Все. Все это требовало больших физических усилий. А уж как я вот с этой штангой корячилась. Это нужно было видеть. Зато теперь все у меня висит надежно. Точно знаю, что ничего теперь никуда не сорвется. На карниз я боялась вешать растения. Потому что я не знаю, какое у него крепление. Это делали люди, которые делали нам подвесной потолок. Не подвесной, а натяжной. Я даже не знаю, как они крепили этот карниз. И представлять мне было жутко, если он рухнет. У меня стояли как раз под ним все сенсивьерии мои. И тайские в том числе. И орхидеи. В общем, даже страшно было представить, что будет. Ну, а теперь... А теперь, во-первых, у меня под карнизом ничего нету. В принципе, ну, пару горшочков можно повесить. Вот. И, во-вторых, можно и сюда теперь вешать. И на сами стеллажи можно несколько горшочков повесить. В общем, я очень довольна проделанной работой. У меня теперь везде между горшочками свободное пространство. Так как хотелось и мечталось. И это еще при том, что я не собрала вот эту верхнюю полку. Она пустует. Поставила хлорофитум. Потому что, ну, очень мне хотелось, чтобы он встречал меня своим позитивным зеленым цветом. Чтобы колыхались его поросли на стрелках. Я думаю, он потерпит недельку. Я заказала лампу настольную наподобие такой, какая здесь. Только не на ножке, а на струбцине. Кто не знает, это такой кронштейн, который одевается на край и затягивается при помощи специальной лапки резьбой. То есть будет еще надежнее стоять. И нашла я дешевле всего такую лампу на Валберес. Тут у нас походила по магазинам. Такая лампа стоит примерно 1200. А на Валберес вместе с доставкой 800 рублей. Ну, там, 790. Почти 800. Единственное, придется подождать до, ну, в общем, недели или дни 10. Где-то так примерно. А так почти что все завершено. Мне нравится, как стало тут свободно. Теперь нету стола, который почти до кровати доставал огромный стол. Даже два стола. Теперь как-то все растения уместились. И пусто так, просторно. Вообще прям облегчение такое. Нету нагромождения. Я теперь могу спокойно подходить к подоконнику, смотреть на растения, поливать, рыхлить грунт. Я теперь не буду тянуться, ломая листочки сенсивьерем. Но из минусов оголилась теперь батарея. Мне, конечно, не очень нравится ее вид. Красоты от нее мало. Может быть, в будущем какое-то крупное растение я сюда поставлю. И как-то это все прикроется. И да, открылись еще мои бутылочки, которые всегда тут стоят, живут, греются на батарее. Это вода для полива. Пришлось их тоже заменить. Потому что мои были коричневые. А светлые, мне кажется, не так ужасно выглядят. Так что кое-что, конечно, открылось. То, чего я не планировала. Не хотела бы открывать. Конечно, понятно было, что это все откроется. Но что поделаешь, батареи у всех батареи. Поставлю сюда когда-нибудь что-нибудь большое. Давайте посмотрим, что у меня как разместилось. Красота! Мне так нравится теперь мой сказочный уголочек. Такие фонарики с двух сторон. Я прям наслаждаюсь этим видом вечерним. Как будто в каком-то парке с фонариками зелена и лампочки. Мне прям напоминает какой-то вечерний парк. Вот придет муж с работы, обалдеет! Что я тут наделала? Какую красоту! Компьютер у ребенка я не собрала. У меня уже сил не хватило. Но завтра или послезавтра соберу. Там провода подключить собственно. Как-то аккуратно все это надо на место воткнуть. Замотать. Тут все осталось у меня без изменений. Сингониумом стало попросторней. По той причине, что я убрала отсюда папоротники. Теперь смотрите, у меня даже пространство есть, куда им листочки раскидывать. Просвечивается между горшками немножко места. И папоротники мои. Переехали. Один вот сюда. Это который варегатный тагер. Он пока еще маленький, но уже во все стороны раскидывает вай. И достаточно ему много нужно пространства в ширину. Да, папоротники много места занимают. Все знают это. Поэтому у меня их немного. А второй папоротник у меня вот сюда. Переехал. Здесь достаточно получилось просторно. И поэтому кое-что я сюда пристроила. Также излишки филодендрона расписная леди тоже сюда переехали. Эту полочку, как и вторую, я решила поделить пополам. Между сансевьериями и орхидеями. Причем пополам не вот так, а вот так. Потому что смотрите, сансевьерий есть высокий и низкий. И орхидеи есть высокий и низкий. Но смысл мне низкий ставить далеко от лампочек. Или наоборот высокий упирать полку. Поэтому я решила их вот так вот проставить. И по мере надобности менять местами. Как только у меня орхидеи будут выкидывать стрелку, цвести. Я буду их менять с теми, кто не цветет. У кого эта стрелка короткая. И по сансевьериям тоже. Взрослое растение сюда. Если детка и по росту будет вмещаться, то вполне себе подойдет эта полка. Сюда у меня помещается пока что уитни. Хоть это растение и не является низкорослым. И сансевьерия, например, black gold. Вот эта черно-золотая. Она правда смотрится как черная. Ну а малявкам наоборот интенсивное освещение очень даже к месту. Потом сюда у меня переехали лесные кактусы. Снова на стеллаж. Да, это вынужденное переселение было. Иначе у меня пазл никак не складывался. Но я теперь перестраховалась. Вот в это место, где нагревается от лампы стеллаж, у меня такая вот подставочка. Ну это тарелочка от большого горшка вверх дном. А вот здесь вот как раз будет нагреваться от лампочек. Поэтому главное место вот это защищено от перегрева. А остальным, я думаю, не будет сильно плохо. Зато теперь у них тут длинный световой день. Может быть, сподобятся они на цветение. Влезли у меня все-все лесные кактусы вместе с детками, с излишками. И часть лесных кактусов у меня еще вот здесь. Это гватемальский. Это просто декабрист, который в ширину любит расти. И вообще на ампель, по-моему, меня смахивает. Это декабрист, который более как кустовой. Но, опять же, пока не вырос. Он может с возрастом склониться все-таки вниз и в стороны. Посмотрим. Теперь у них будет больше пространства. И я им позволю вырасти большего размера. До сих пор у меня не было такой возможности. И стояли все тесно, друг к другу прижавшись листочками. Я вынуждена была их постоянно держать в таком компактном подростковом состоянии. И подвесила я нематантус гипоцирта, который золотая рыбка в простонародье. У меня это растение было с бутонами. Но потом что-то пошло не так. Цветущие у меня цвести не хотят. Не знаю, что и стригла, и что я с ним только не делаю. Солнца много. Вот он как загорел на солнышке, раскрасился. А цветы почему-то скинул. Может перегрелся, не знаю. Но мне нравятся его листочки. Они такие плотные, блестящие, всегда глянцевые, без всякого особого ухода. Вот за что мне нравится это растение. Еще бы завести другие сорта. Мне нравятся пестролистные, с желтой варегатностью, с крапинками разных оттенков. Так что, если у кого есть, я бы с удовольствием завела такой цветочек. Так, а почему у меня не складывался пазл с декабристами? Они у меня стояли вот тут. Половину подоконника занимали. Но смотрите, фикусы и кротоны это крупномеры. Вот, например, фикус у меня. Они крупномеры. И если их поставить на полку, то будут упираться в лампочки, в полочки. Это совсем не вариант, во-первых. А во-вторых, кротонам нужно солнце. Я их только-только начала приучать к этому. И закругляться не планирую. Вроде бы у нас дела идут хорошо. Они начали расти. Появились где-то листочки молодые. В общем, вполне себе неплохо себя чувствуют. Единственное, нужно всегда следить за поливом, чтобы они не пересушивались. Кротоны на солнце выдерживают только если хорошо политы. Ну и само собой фикусы. Например, керли я поставила на полку и он уперся точно вверх полки. Зачем же нам такие мучения? Все равно я поставлю и простоит он там недолго. Ему надо вверх расти. Нет смысла его там размещать. Фикус Ригидан тоже хорошо растет. Все сюда поместились. И за компанию к ним поставила фикус Коконат Крем. Который у меня вообще не растет. Но я их все равно ставлю вместе. Все-таки фикусы к фикусам, кротоны к кротонам. Мне в последнее время вообще почему-то хочется ставить рядом фикусы с кротонами. Наверное, потому что они древесные, медленно растущие. В общем, мини деревья. У них не травянистый ствол, а очень жесткий, древесный. Ну а тут у меня все без изменений. Суккуленты, адениумы, бугенвилия. И тут у меня пространство стало свободненько. Какая красота! Мне теперь поливать одно удовольствие. Раньше я боялась что-то сломать руками, локтями. Да я даже ломала, я отломила у одной сенсивьерии коготок. Вот эта тоненькая верхушечка на самом кончике листа. Мне так жалко было. А все потому, что тянулась через стол сенсивьериями к подоконнику. Был полив очень затруднительный. И наконец-то моя мечта сбылась с подвешенными растениями. Как же мне нравится вот этот вечерний вид. Какого-то экзотического парка с фонариками. Смотрите, как здорово! Прям коридор растений. Лампы не хватает. Тут светло, а тут еще не светло. Ну и ничего. Впервые заказала на Валберис. Так интересно, там нажимаешь Сбероплата. И сразу открывается приложение Сбербанка. Надо ввести пароль, чтобы войти в это приложение. Думаю, ничего себе! А вот так контролирует ли Валберис мои пароли или не контролирует? Почему из одного приложения сразу другое открывается? Я впервые на Валберис заказываю. Посмотрим, какая будет скорость доставки. Какой будет товар. Но цена мне понравилась. Конкретно на лампу я нашла дешевле всего у них. Такую большую лампу. Вот именно такой кронштейн получается с коленочкой. И на пружинке, и еще там на узлах фиксаторы. То есть, как поставил в какое положение эту лампу, в таком она и будет. И зафиксировал. Вот такие вот у нас дорого стоят. От 1200 и намного-намного есть дороже. Так что почти что все завершено. Я рада, я так рада, что моим растениям теперь просторны. Я теперь буду максимально экономить место. Не покупать необдуманно растения. Не приобретать то, что вроде бы нравится. Нет. Теперь только по большой-большой любви. И покупать что-то особенное. То, что в моих хотелочках. Да, у меня, конечно, много хотелочек. Но я не думаю, что я их все приобрету. И все они мне попадутся. И я думаю, если много растений приобретать, то, наверное, буду от каких-то старых растений избавляться. Но, наверное, это неизбежный процесс. Потому что есть растения, которые меня не радуют. Например, находясь у меня два года, не собираются цвести. Да, есть у меня такие растения, на которые я обижаюсь. Если не справятся, выкину. Пусть слышат. Может быть, одумаются и зацветут. Так что такие дела. Красоту навела. Вот теперь придет муж с работы и ахнет. Какой у нас тут парк с фонариками и огоньками. Я прям обалдею от этого вида. Как понимаете, занавески у меня тут никак не вписываются. Очень люблю минимализм. Для меня занавески это лишний предмет. Пылесборник и поглотитель солнечных лучиков. В нашей черноземной полосе у нас не так много солнца, чтобы от него отгораживаться. Наоборот, я стараюсь каждый лучик солнца пропустить в свою комнату. Даже когда здесь не стояло никаких растений, то шторы всегда были открыты максимально. Все сдвинуто по сторонам, чтобы солнышко заходило сюда максимум в полном объеме. Так что вот такой минимализм. Растения разрастаются пусть. Пусть будет у меня тут зеленые шторы и зеленые джунгли. А мы с вами на сегодня закругляемся. Благодарю вас за ваше внимание, дружбу, лайки. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Желаю вам всего самого хорошего. Пусть мечты сбываются. И пока-пока. До скорых встреч. Увидимся. Продолжение следует...